Мы очень часто обвиняем наших детей, наших студентов в отсутствии эрудиции, нежелании чего-то там знать, нежелание знать за пределами своих специальностей и нежелание там чего-то там знать. Как же ты не знаешь ответа, почему так происходит? Ну я сталкиваюсь очень часто, что очень грамотные врачи, назначая современные методы лечения, очень правильные методы лечения, очень мало представляют, совсем примитивно представляют, я как биохимик, мы с ними рассказываем, назначили современный препарат там кардиологический. Начинают, о каком механизме действия. Он знает, что этот препарат нужен, но не понимает, у него никакой знаний, чтобы объяснить механизм действия. Для многих работа по специальности становится, как вот из кибернетики пришло, понятие черный ящик. Мы пользуемся телевизором, но 95% людей мало представляют, что такое электромагнитные волны и мало представляют тому, что происходит внутри телевизора. Мобильным телефоном пользуемся, но не знает, как устроен мобильный телефон. Я думаю, что пользуюсь из чайников, но не знаете, как в чайник работаете, но это перебор. На уровне высоких профессионалов я сталкиваюсь с тем, с кем мы обращаемся каждодневно за медицинской помощью, которые консультируют ведущие наши специалисты. Но они много, они принимают правильные решения, но если копаться дальше, они могут не объяснить, почему они так любят правильные решения. Для этого разрабатываются стандарты диагностики, стандарты лечения. Они помогают там как бы закрепить, да, там есть стандарты диагностики, как алгоритм переходить дорогу в зеленый цвет, иди туда-то, в виде желтый, стой, опасность, жди такого-то, красный, стой, все разрабатывается. Есть группы экспортов, которые принимают за этим решение, все. Но я вот сталкиваюсь на ученых советах медицинского профиля, не понимают, врач врача не понимает. Вот слушают доклад, там делают хорошую мину, все там интересно, но многие вещи просто проходят непонятно. И отсюда возникает вопрос, это темные люди, это деградация системы образования? Я считаю, что нет. Я хочу сказать, наши студенты, они интуитивно понимают, что выигрывает тот, кто умеет обрабатывать информацию. Пусть он не глубоко знает, но умеет обрабатывать информацию, и в этом потоке информации принять наиболее правильное решение. Но нам, как специалистам, которые работают в системе высшей школы, мы должны выработать то ядро знаний, ниже которого нельзя спускаться. Тот набор знаний ниже, вот как ядро неделимо было в начале 20 века, считалось, но ниже него нельзя спускаться. Вот так вот я вижу, я говорю чисто как врач, как золкафедр медицинской химии, мы учим, я столкнулся с таким моментом, мы на химии, на медицинской химии основана вся, в общем-то, современная медицина. Но на встрече выпускников, я встречаюсь, я говорю, вам пригодилась медицинская химия? Они говорят, нет, не пригодилась. Я не превысил лимит времени? Лучше, есть трехминутный анекдот? Конечно, анекдот. Я сейчас расскажу трехминутный анекдот. Сейчас, трехминутный анекдот. Был профессор математики, очень талантливый, гениальный. У него был любимый ученик, он стал инженером, ведущим конструктором, инженером. И он у него спрашивает, тебе пригодилось мое знание по высшей математике, по интегрированию, по логарифмам? Он говорит, нет, профессор, не приходилось. И он понял, что смысл жизни закончился. Он преподавал математику, а его любимый ученик, инженер, никогда не применял его знания. И он ушел, опустив голову, инженер кричит, его ученик, говорит, пригодились знания, пригодились. Но когда же пригодились, когда пригодились? Он говорит, я шел по улице, дул сильный-сильный ветер. И ветер сдул шляпу, и она очутилась в центре лужи. Но дальше, дальше, где знания математики? Я нашел проволоку, сделал ее в виде интеграла, вы знаете, и достал шляпу из лужи. И так мне пригодилось знание. Благодарю всех за внимание, извините. Может, всем будет. Да-да. Я на вас знал, вы можете увидеть, что не поменялись. Я читал его биографию, фильмы смотрел. Он не начинал операцию, не помолившись. В операционной висели иконы. С точки зрения атеиста, это дает сосредоточение всех сил, чтобы выполнить операцию. Какой-то идет уверенность внутренняя. Понимаете? Он как бы зависит. С точки зрения Бога, Бог помогает. Я думаю, что, как бы сказать, у нас, как бы, религия и, ну, отсоединена от образования, да, вот так вот. А жизни нет? Жизни нет, конечно. На войне атеистов нет. Ты по-отберазнаной тоже? Я знаю, вот как я ж в хирургии, когда что-то у них не идет, они начинают, даже интеллигентнейшие врачи, начинают дико материться, рассказывают социальные анекдоты, подкалывать, все бросать. А потом получается хороший результат. И все понимают, что это так выходит эмоции, так выходит, все, это все, в принципе, на благо. Лучше помолиться, чем материть. Спасибо. Вы столкнулись с врачом-психиатром, поэтому уже уж понимаете. И что тут второй вопрос, который человек, который занимается темой, на всю сторону. Спасибо. Константин Васильевич Деревянко, доцент института нашего. И тема у него такая вот, будем говорить, специфическая, о которой он сейчас сам повел. Пожалуйста. Спасибо. Взаимодействие естествознания и теологии, или религии в сфере культуры, ну и, естественно, образования. Сфера духовной культуры весьма многообразна. Самая древняя форма духовной культуры – это религия с искусством, затем появилась философия, затем наука, и сегодня большинство людей уповают, чуть ли не молятся на науку. Каковы же взаимоотношения между этими сферами духовной культуры и не только в духовной культуре, но и в сфере образования? Эти взаимоотношения бывают гармоничными не так часто, и чаще всего они бывают конфликтными. Носители так называемого научного мировоззрения пытаются протестовать против религии, теологии, мракобесием называют этих людей и так далее. Но идеалом, конечно, является гармоническое развитие. Для того, чтобы убедить в этом представителей образования, как среднего, так и выше среднего, и высшего образования, можно использовать и нужно использовать примеры из истории науки и истории культуры в целом. Поэтому, я думаю, основной тезис мой следующий. Конфликты между наукой и религией возникают в том случае, если человек недостаточно знает науку или религию, или то и другое вместе. Если же человек хорошо знает углублённое то и другое, то конфликтов, как правило, не возникает. И по каждой буквально сфере науки можно привести такой репрезентативный пример. Допустим, возьмём мы науку физику. Авторитетом для всех физиков является Исаак Ньютон. Все знают о его работах математических, физических, но мало кто знает о его работах богословских, теологических. Это был глубоко верующий человек, который изучал Библию, занимался библейской гермоневтикой, библейской хронологией, писал комментарии на Ветхий Завет, на Новый Завет, на Апокалипсис и так далее. Если перенестись в 20 век, то в 20 веке одна из самых модных идей – это теория большого взрыва в космологии. Кто же был её автором? Одним из авторов этой идеи был Аббат Леметтер, президент Папской Академии Наук, католик, христианин. То есть все эти научные достижения вовсе не противоречат ни богословию, ни религии. Если перейти в сферу химии, то, я думаю, одним из наибольших авторитетов для всех химиков мира является Дмитрий Иванович Менделеев. Каково же мировоззрение Менделеева? Мы знаем, что в 1905 году под влиянием революционных событий он вступил в союз русского народа. Основные идеологические посылки этого союза – это известная триада православия, самодержавия, народность. И я думаю, что Дмитрий Иванович Менделеев тоже разделял эти взгляды. То есть в его мировоззрении, в гармонии находились его познания в области химии и в области религии, богословия, хотя он и не был специалистом в этих сферах. Поэтому ни физика, ни химия не противоречат религии, богословию. Если мы перейдем в сферу биологии, то, читая книгу Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», последний абзац обращает на себя внимание. Дарвин пишет, «Первоначально Господь сотворил один или несколько видов, а затем уже начинается изменчивость, наследственность, естественный отбор». Я своими словами передаю. Поэтому в мировоззрении Дарвина также не было противоречия между наукой и религией. Поэтому можно сказать, что Дарвин не был ни дарвинистом, ни атеистом. Его мировоззрение было более глубоким и органичным, и гармоничным. Далее, поднимаемся этажом выше и попадаем в сферу физиологии, высшей нервной деятельности, психологии. Алексей Чухтомский, князь Чухтомский, первоначально закончил, как известно, Московскую духовную академию, а затем естественный факультет Санкт-Петербургского университета. И продолжал развитие своего мировоззрения, которое закончилось открытием концепции доминанта, которое пронизывает всю физиологию высшей нервной деятельности, психологию, и выходит на проблемы доминанты в сфере религиозной, духовной. Поэтому в мировоззрении Ухтомского тоже не было противоречий. Таким образом, глубокое познание мира, науки, естественных наук, никоим образом не противоречит истинам религиозным, в частности, библейским истинам. И эпиграфом или послесловием ко всему сказанному может служить Библия. В Библии сказано, Господь сотворил мир мирой, числом и весом. Философы, ученые восхваляют Пифагора, который выдвинул первую научную программу, которая звучала так «Мир есть число». Да, мир есть число, но Библия добавила к этому математическому аспекту, еще физический аспект, не только число, но и вес. Поэтому можно сказать, что если мир создан мерой, числом и весом, то Библия благословляет изучение и математических, и физических механизмов этого созданного творцом мира, и никоим образом не противоречит научному мировоззрению. Когда еще этого мировоззрения не было в природе, Библия уже, можно сказать, благословляла такой подход к изучению мира. Поэтому мой вывод заключается в том, что никакого противоречия в сфере духовной культуры между религией, богословием и наукой, любой наукой, примеры можно привести из любой науки, не противоречат, а должны находиться в гармонии. И это будет, я думаю, то, к чему нам всем нужно стремиться. Спасибо. Продолжение следует... 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 У нас как раз вот это тоже одна из проблем. За сохранение природы, экологическое воспитание, экологический подход предметов, трансдисциплинарной основой является. Это рациональное использование космоса. Но и вот нашим это гармоническое развитие, как трансформировал в речи свои Константин Васильевич. Это гармоническое развитие личности, это задача образования, куда, пожалуй, на все это. Это индивидуальное, физическое, духовное. Вот три единства этих направлений и зайдет нам к того современного человека. И должно оно работать эффективно. Я думаю, вот так мы работаем на кафедре психологии и виртуальной кафедре учим, что на общественных началах в ней работают педагоги нашего университета, педагоги вот медицинского и педагогического университета, которые у нас в Буганске достаточно сильны были и в Советской Университете. Поэтому я хочу передать слово, есть у нас, будем говорить так, не только наш человек в лидеральной прокуратуре Буганской народной республики. Она сегодня здесь присутствует, и да, и да, и да, и да, и да. Вот сейчас она вам расскажет. Кстати, на сне я болезненно. Пожалуйста, сейки. Спасибо большое за предоставленное слово. Тут уже много говорилось о том, что современная личность имеет колоссальный доступ к информации, имеет колоссальные возможности для познания, для саморазвития. Однако мы не можем отрицать тот факт, что вот эта вот вседоступность и вседозволенность, которую современное общество предлагает личности, она нуждается в определенном контроле, потому что не настолько, к сожалению, не настолько наше общество, назовем это так, цивилизованное, не настолько оно развито, что способно само себя контролировать. Эту функцию выполняет правоохранительный орган. И зачастую именно представителям правоохранительных органов приходится заниматься контролем, в том числе и в сфере образования. Еще до воссоединения с Россией в производстве тогда еще генеральной прокуратуры находилось дело по статье за возбуждение национальной ненависти, экстремизма и там целый ряд статей. Материалами для возбуждения этого уголовного дела посложили учебные пособия для школ, для дошкольных учебных учреждений, которые были изъяты на территории подконтрольной 8 лет Украине. И занимаясь анализом этой литературы, я скажу честно, волосы становились дыбом, потому что детям с детского сада навязывали откровенную русофобскую позицию, навязывали откровенную ненависть, противопоставление, что Россия это не Украина, что Украина это не Россия, более того, Украина это некое образование, некая такая... Даже тут не про государство идет речь, тут идет речь о том, что священный долг Украины как страны, украинца как человека победить все русское, восстановить историческую справедливость, потому что Россия и русские всю жизнь угнетали украинцев. И буквально во всех учебниках истории, начиная с 5 класса и заканчивая последним 11, есть разделы, посвященные то ли российско-украинской войне. Я была очень удивлена, узнав, что первая российско-украинская война, оказывается, была в 1917 году. Я думаю, что наши историки об этом не знали, а историки Украины и школьники украинские об этом изучали в учебниках. Да, все эти известные битвы под крутыми, все подвиги, в кавычках, бандеровцев превозносились как идеал существования украинца. Естественно, когда эти территории вернулись под контроль Луганской Народной Республики, учебные пособия были изъяты. В настоящий момент они проходят ряд экспертиз. Изъято было несколько десятков тысяч учебных пособий, которые послужили материалами для уголовного дела. Но материалы, конечно, изъяты, учебные пособия изъяты, но тот вред, который они успели нанести учащимся, успели нанести детям, его еще очень много лет предстоит нашим педагогам, нашим возможным правоохранителям искоренять, потому что такая системная, такая целенаправленная агитация и пропаганда за ненависть к России – это страшная вещь, и мы еще очень долго будем расхлебывать все эти вещи. Поэтому, к сожалению, без правоохранительных органов, я думаю, что мы еще очень долго не сможем говорить о планетарном мышлении, о современной личности, о ее гармоничном развитии. придется все-таки нам опираться на старую систему. Я не могу назвать это карательной системой, конечно, но контроль определенный и очень большой, он лежит на представителях правоохранительных органов. Тогда я скажу вам, начальник отдела, там, займем, не если в ШСМИ, конечно же, спасибо за внимание. Ну, уже, уже, уже просто прокуратура, уже мы, да. А теперь уже прокуратура, да? Теперь уже прокуратура? Да, нет. Уже там. Ну, да. Уже там определенные проблемы, мы с ними покуримся, но нам, как камерой психологии, еще одна проблема. Если хотите, посложите в чеке введение в протезе. Нам не навредить, наши коллеги делают все для того, чтобы навредить, а мы, извините, не можем даже защищаться, понимая тем самым, чтобы не догружать этические нормы психолога. А делать это плоти надо, поэтому, Андрей Андреевич, хочу сказать другой, надеюсь, мы уже с вами у нас в следующий раз будем встречаться, мы еще представим наш клуб «Форсайт», который, надеюсь, уже будет узаконен на уровне университета и так далее, и так далее. То есть мы пока работаем как и на общественных, начало, я думаю, что это будет и организационное начало. Но думается, думается, что вот обсуждая вот этот ряд вопросов, мы можем уже говорить о том, что все-таки из идеи, из идеи что-то начинает воплощаться. Вот я говорил о трансдисциплинах, да, педагоги в индустриальном регионе, в этом вот красного луча, этим уже занимаются, но как-то еще где-то в высшей школе, ну не совсем понятно. Вот. Или же форсайт технологии. То же самое. Что мечтать? Да если не мечтать, тогда и не делать. А в государственных программах универсальная личность должна быть, универсальные учебные действия ребенка. Вот это уже в школе, инновационной школе, о которой мы говорили, которую представляли вот Петровская, это уже ну проводится на протяжении семи лет. Но как-то вот государственные органы власти, ну и в газетах печатали, и наш журнал, и везде все есть, но как-то не доходит. Мы понимаем, что сегодня у нас ситуация особенная. И вот в этой особенной ситуации еще необходимо более усилий, динамики придать нашей деятельности, чтобы каким-то образом было изменение в образовании, начиная со школы. На этом, наверное, завершим, товарищи. Вопросы какие-то есть? Нет? Пленарное заседание. Да, пленарное заседание мы первое отделение заканчиваем, будет еще дальше у нас, но второй день у нас будет как раз в этой инновационной школе проходить, и мы уже посмотрим на начало вот той виртуальной студии, потому что Сергей Викторович туда руку от народного совета уже приложил, и спасибо, что помогает народный совет нам, вот. Ну, а мы будем трудиться, да, Влад Петрович? Андрей Андреевич, как вы нас увидели? Товарищи, ну, успехов вам! Я с удовольствием послушал ваши выступления, и споры даже немножечко, и у меня тоже есть несколько вопросов, но, наверное, сейчас мы не будем их обсуждать, но, в принципе, конечно, было бы интересно продолжить нашу дискуссию, особенно в части, касающейся вопросов, которые затрагивал Павел Константинович, Арсений Иванович, вот. Мы найдем способ, как дальше взаимодействовать и дискутировать. Андрей Андреевич, я знаю, что у вас уже статья готова к нам в интериал, в наш журнал Ринцевский, Ваковский, теперь мы в Ваковском и в Москве, теперь уже признают. Очень хорошо. Такая информация есть, ну, потому что мы уже россияне, вот. поэтому вот своей статье, я знаю, вы ее заканчиваете, так я чувствую, вот. Телепатия такая, поставите ряд вопросов, чтобы вы тоже подумали, товарищи, через пост. Нет, ну, он статью присылать будет по электронке, Андрей Андреевич, так или нет? Хорошо, да, 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 конечно, так. Андрей Андреевич, причем здесь все ваши ученики и ваши коллеги, да, мы тоже будем в экране. Да, да, Хорошо, обязательно, обязательно. Будем печатать. Да. Это главный редактор журнала. Отлично, взаимно, взаимно. Андрей Андреевич, здоровья всем, здоровья всем, ну, и будем трудиться, на благо Родины. А по материалам сегодняшнего собрания мы сделаем видеостатью в журнале «Гостиная что ли», чтобы это можно было посмотреть тоже. Да. Андрей Андреевич, еще один вопрос. Это пойдет же по миру, пойдет? Вы в записи все это делаете? Да, да. Все, спасибо вам большое. Если можно, еще раз поздравим всем нас с наступающим праздником. Да. Дай Бог народного единства, дай Бог единства и главное же мира за твои благополучия всем нам, от нас, окружающих, вас, окружающих мира этой земли. Это прозвучало в нашей теме. Спасибо всем коллегам. Доброго всем здоровья. Пусть Бог поможет и нам. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok